Настоящий восторг для любого мальчишки оказаться за рулем пожарного автомобиля. Это боевая машина мирного времени. Она спасает жилые дома от огненной стихии. Современная техника – это целый пожарно-спасательный комплекс, или иными словами, сундук с инструментами на все случаи жизни. Рядом белый КамАЗ. По сравнению с импозантным пожарным Уралом, смотрится совсем скромно. А этот автомобиль детвора обходят своим вниманием, хотя и несправедливо. Это очень важная специальная техника. Она предназначена для дезинфекции и дезактивации территорий и личного состава. Она позволяет бороться с микроорганизмами и заряженными частицами. Фактически, это такой большой миксер, который приготовляет необходимые растворы, а затем распыляет их на зараженных территориях. Эта машина уже применялась в Ивановской области в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. И снова восторг. Этот костюм мальчишкам хорошо знаком по постапокалиптической игре «Сталкер». Своё вооружение и оснащение представляет служба радиационной и химической защиты Ивановской пожарной спецчасти. Подразделение судного дня. Звучит зловеще. Но именно эти люди обучены работать в непригодной для жизни среде. Они регулярно проверяют опасные производства, которые есть в области. Если там, не дай бог, случается ЧП, обязательно туда выезжают. Характерным из пожаров присутствовал Кенишемский химзавод. По прибытию к месту была проведена химическая разведка на определение превышения допустимой концентрации аварийно-химических отравляющих веществ в воздухе. Такая процедура предписана нормативным документом в честь России. Соответственно, по прибытию к месту мы должны провести первичное, провести разведку на наличие отравляющих веществ. Беспилотные летательные аппараты. Сегодня без них немыслимые ни военные действия, ни спасательные операции. Коптер словно в компьютерной игре позволяет смотреть на карту событий в режиме реального времени. Конкретно этот применялся и в поисковых мероприятиях, и в ликвидации пожаров. В том числе в августе в Южском районе. Поднимались мы непосредственно на пожаре. На 300 метров поднялись. Дальность у нас видимость до 15 километров. Отсюда очень большой радиус. Мы можем наглядно охватить, определить обстановку. Также можем с помощью квадрокоптера сделать непосредственные точки, снять с них координаты и уже от наземной связи передать на большую авиацию непосредственные очаги пожаров, куда должно быть произведен сброс воды. У гражданской обороны России в этом году юбилей. Ей исполнилось 90 лет. По этому случаю в ЦКИО прошло торжественное мероприятие. На нем с профессиональным праздником поздравили всех специалистов, занятых в этой сфере. Отличившихся наградили. Завершилось мероприятие концертом. Сергей Веселов, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». Продолжение следует. Продолжение следует...